Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной сессии этой недели. Сегодня на повестке экономического календаря у нас снова то, на что обязательно стоит обратить внимание, это важные данные, снова это статистика американского происхождения. Речь идет о классике рынка труда, то есть первую пятницу каждого месяца мы открываем и встречаем данные по Non-Farm Perls. Целый блок статистики, это не только количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, но еще и фактический уровень безработицы и динамика по росту заработных плат. Традиционно я советую больше обратить внимание на то, что происходит с ростом уровня благосостояния. То есть на статистику по заработным платам. Логика здесь, на мой взгляд, довольно простая. Если Штаты сейчас активно уповают на то, что именно потребительская активность должна тащить экономику, в принципе, результаты вы знаете очень хорошие за последний квартал потребителей. Действительно внесли серьезный вклад в темпы экономического расширения. И если экономика США хочет похвастаться еще более лучшими результатами, закрыв 17-й год как минимум на значениях прошлого квартала, нужно, чтобы у потребителей было дополнительное топливо, чтобы показатели активности улучшились, чтобы были соответствующие приподнятые настроения, позволяющие, собственно, домохозяйствам тратить больше, нежели чем всегда. И самый лучший инструмент для того, чтобы поднять эти настроения, конечно же, повысить заработные платы. В целом, этот отчет в связи с этой логикой представляет большой интерес, потому что по динамике роста заработных плат мы с вами судим и о росте потребительской активности потенциальной, и о вкладе этой активности в динамику индекса потребительских цен, национального CPI, имеющего колоссальное значение для определения вектора денежно-кредитной политики ФРС США. Да, в ходе последних заседаний, в ходе последнего выступления Джанет Йеллин, которая пока что сохраняет еще полномочия председателя американского регулятора, мы получили четкое свидетельство того, что ФРС сейчас меньше таргетирует инфляцию, нежели чем раньше. И сейчас решение по росту процентных ставок не так уже активно привязывается к траектории движения инфляции, но все-таки эта корреляция присутствует, это как ни крути, в каком-то проявлении она точно есть. А значит, мы можем следить дальше за данными по инфляции, если получим очередной сигнал того, что тенденция остается растущей, ну или, по крайней мере, есть хорошие задатки того, чтобы показатель демонстрировал установительную динамику, у нас будет более четкое представление о том, что произойдет с политикой ФРС в перспективе уже даже не закрытия 2017 года, а первого полугодия 2018 года. Время, да, друзья, летит очень быстро. Мы вот буквально некоторое время, скажем так, открывали 2017 год, сейчас мы говорим уже про его завершение и связываем закрытие календарного периода с еще чередой очень важных событий, которые попробуем с вами отыграть. Про доллар мы, безусловно, еще поговорим в свете тех отчетов, которые впереди, но сначала давайте быстренько пробежимся по нашему традиционному набору инструментов. И первый актив, на который я обращаю свое и ваше внимание, это нефтянка, которая, в принципе, продолжает оставаться на тех же самых значениях, что и день назад, пока рынок безидейный по нефти, но не то, чтобы на нем отсутствуют вообще какие-то идеи и посылы, нет. Если вы долгосрочный трейдер, вы наверняка уже знаете, что может произойти с нефтянкой дальше, потому что долгосрочные фундаментальные посылы, они хоть и с некоторой коррекцией, с некоторым изменением риторики, но остаются в прежнем ключе. Мы отыгрываем с вами наличие серьезных проблем с ростом мировых запасов, которые серьезно превосходят ТАСПО со стороны такой же мировой экономики. И те усилия, которые задействуются сейчас регионами, способными повлиять на то, что происходит с предложением усилия стран ОПЕК, они работают не так хорошо, как, возможно, хотелось бы, видите. Не стоит полагаться и объяснять текущее восстановление нефти тем, что проблемы решаются. Нет, рынок просто верит в то, что дальше будет лучше. И верит в то, что впереди 30 ноября заседание ближневосточного картеля, рабочей группы уже, где будут приниматься важные решения, это не встреча технического характера, это не только обсуждение уровней и условий и процентных, скажем, показателей исполнения обязательств по снижению добычи, это возможность найти какие-то дополнительные согласованные решения, меры, чтобы ускорить вот этот процесс ребалансировки, как и черного золота. Про радикальные шаги мы с вами уже говорили. Конечно же, ситуацию можно изменить, но, к примеру, для того, чтобы это сделать, нужно снижать еще больше объема добычи. Но, судя по комментариям, которые не подтверждены, правда, но появились со ссылкой на представителей Саудовской Аравии, на этой встрече радикальные шаги, то есть на встрече 30 ноября, обсуждаться не будет. И максимум, чего нам стоит ожидать и на что стоит рассчитывать, это на пролонгацию текущего соглашения до конца 2018 года. Сейчас это соглашение стекает в марте. Но поскольку еще истинные цели не достигнуты, проблема не решена, конечно же, логично рассчитывать на то, что такие решения будут приняты. Вчера в целом на рынке снова преобладали немного позитивные настроения по сравнению с распродажами днем ранее. Может быть, это отголоски, опять же, реакции трейдеров на статистику, которая вышла в среду по запасам, когда у нас просели и запасы нефти, и запасы бензина и дистиллятов. Цифры, наверное, не имеют значения. Это самое главное, то, что запасы снизились. Это позволяет сейчас трейдерам, которые опираются на локальную поддержку статистики, отыгрывать ее через более повышенный интерес на бренды WT. В то же время я хочу отметить, друзья, то, что на рынке еще масса неопределенностей связана с одним из заключилых игроков, который, возможно, через некоторое время будет не в топ, скажем, определенного Содружественного государства по объему добычи, а, может быть, даже и вовсе займет одной из лидирующих позиций. Речь идет о Соединенных Штатах Америки. Я снова натолкнулся на прогнозы, которые остаются весьма актуальными, в том, что производство нефти США может достигнуть даже 10 миллионов баррелей. Я почему-то не сомневаюсь в том, что этот показатель будет зафиксирован, поскольку я вижу, в принципе, чем продиктованы цели по раскупорке и продаже стратегических запасов. Я прекрасно понимаю, что те объемы, которые сейчас идут на экспорт, они будут быстренько восполняться за счет способов сланцевой добычи нефти. Это конек просто Соединенных Штатов Америки, учитывая те технологии, которые используются, глупо им сейчас не применять их, глупо им сейчас не увеличивать добычу, учитывая то, что цены на WTI в одном шаге от 55 долларов за баррель. А мы с вами констатировали исключительно растущую траекторию по количеству терминалов, даже тогда, когда котировки по WTI были чуть выше 40 долларов за баррель. Сейчас рост активности, он априори должен быть прослежен. Поэтому сегодня тренд на рынке, раз уж участники ежедневных спекуляций обращают внимание на рядовые отчеты и понимают, что борются между собой сейчас два фундамента. Это настрой оптимистичный на то, что будут какие-то прогрессивные решения 30 ноября, а с другой стороны, не отступают и медведи, понимают, что актив сейчас крайне перекуплен и стоит только снова появиться доп. сигнал о том, что сланцевое производство в США растет, тут же мы увидим развитие этой коррекционной динамики. Сегодня в 20.00 по московскому времени Baker Hughes по количеству статистика от нефтесервисной компании по числу нефтяных терминалов. В прошлый раз у нас плюс одна единица, до 737, растущий тренд может продолжиться. И в этот раз, соответственно, если количество терминалов увеличится, я допускаю то, что это может стать неплохим триггером для распродажа котировок. Но чтобы говорить о полноценном развороте, нам нужно закрепиться по бренду ниже 60 долларов за баррель. Пока что этого не происходит. Сегодня я разделяю медвежье настроение и ставлю на то, что эта статистика должна помочь. Доллар японская иена. Ситуация в целом по доллару не изменилась. Мне очень было бы хотелось сегодня говорить о том, что доллар против иены уже преодолел планку 114, котируется гораздо выше и позволяет нам верить в закрепление 115. Но пока что, друзья, мне приходится монотонно констатировать те же самые значения, что мы наблюдали в начале недели, что днем ранее. Это отметка практически 114 и будто приклеилась пара к этому рубежу. Пока что не двигается дальше. Хотя у доллара есть фундаментальные драйверы. Мы получали их на протяжении всей недели. Это сильный отчет, начиная от личных доходов, расходов и заканчивая теми отчетами, которые получили по активности в производственном секторе. Вчера, собственно, Трамп, как и обещал, представил решение по будущему главы ФРС, несмотря на то, что были все-таки предпосылки и предположения о том, что кандидатом истинным станет все-таки Ниджирон Пауэлл, учитывая даже комментарии Трампа о том, что решение удивит. Но ничего никого не удивило, потому что именно он стал председателем будущим, председателем американского регулятора. Он сменит Джанета Елен в феврале. И, соответственно, отсутствие какой-либо реакции по доллару можно связать лишь с тем, что политика Пауэлла будет политикой преемственности. То есть он подхватит те идеи, которые поддерживала Джанет Елен и продолжает поддерживать, в принципе, сейчас. Никаких противоречий нету. Пауэлл верный, скажем, соратник в этом плане, Джанет Елен. И вряд ли политика председает какие-либо серьезные изменения. Ну, например, как они могли бы случиться, если бы председателем ФРС стал Джон Тейлор. Но даже несмотря на то, что у него было наибольшее количество голосов со стороны Сената, все-таки у Трампа было, видимо, изначально свое видение ситуации. Трамп надеется, что Сенат быстро поддержит и комбинатору Пауэлла. Я также не сомневаюсь. Поэтому, друзья, можем уже считаться с фактом случившегося кадрового передвижения в рамках верхушки милитарных представителей американского регулятора. И уже под конец первого квартала 2018 года нам нужно будет привыкать к новому имени и к новой помиле. Потому что именно этот человек дальше будет отвечать за милитарную политику в США. Без отсчетов день также не обошелся. У нас заявки на пособие по везерапортице традиционно. Это те отчеты, которые нас радуют и поддерживают Росдоллара. Заявки на пособие 229 тысячи, а с прошлого 234 тысячи. То есть статистика как нельзя, скажем, лучше сейчас характеризует сектор рынка труда. Ситуация с этим сектором улучшается, прогрессирует и происходит на протяжении всего 2017 года. Сегодня у нас в 15.30 нон-фарм кэрлс, уровень безработицы, динамика по росту заработных вклад. Учитывая отчеты ЭДП и заявки еженедельные, есть все основания полагать, что отчет будет очень хороший. Я думаю, что мы увидим число по приросту новых рабочих мест примерно в диапазоне 230-260. Оптимистичные ожидания на рынке по консенсусу еще более превосходят мои, потому что по прогнозу ожидается по количеству новых рабочих мест рост свыше 300 тысяч. Очень сильно контрастирует это с статистикой прошлого месяца, когда у нас был спад на 33 тысячи. Соответственно, у доллара, безусловно, есть сегодня еще один мощный фактор поддержки. Прямо даже не хочется преувеличивать значимость этого релиза, потому что мы с вами ждали мощной реакции на оглашение главы ФРС нового, но эта реакция и вовсе не последовала. Поэтому сейчас, чтобы не перестараться с ожиданиями, просто обозначим наличие оптимистичного фона для доллара, фона, который способствует укреплению его позиций, и уж точно фона, который явно достоин того, чтобы доллар отыграл его ростом против иены выше 114. Вот на эти как раз рубежи и на такую предполагаемую тенденцию мы с вами и ориентируемся. Евро против доллара, несмотря на рост локального характера, все же скорректировалось под конец торговой сессии. Закрылись мы на тех же самых значениях, с которых, собственно, и торговали. Закрыли также этими же самыми уровнями, собственно, день, два дня назад. Что касается статистики, то, собственно, позитив в отношении евро был связан с выходом сильных данных по рынку труда Германии. Наверное, по фактическим цифрам сейчас не так уж и важно, что мы видели. Ситуация улучшается, прогрессирует, активность в производственном секторе в сфере условий, как и ожидалось, предполагалось, тоже растет, рынок был готов положиться на эту статистику, но все-таки ожидание укрепления позиций доллара сдерживает рост европейской валюты, и мы снова вернулись к тем уровням, с которым торговали. 1,1658, друзья, мы сейчас наблюдаем на наших мониторах. Я допускаю то, что коррекции продутся и дальше, потому что прошлое снижение евро было основано на решении Европейского Центрального Банка относительно будущего программы количественного смягчения, ее сопротивили вдвое, изменяя вступить в силу с 1 января 2018 года, и еще по-прежнему актуальны риски политического характера, связанного с независимостью Каталонии, хотя многие даже уже не обсуждают эту тему, считают то, что введение прямого управления из Мадрида фактически отменяет все результаты референдума. Но ситуация остается неопределенной, неопределенность она изначально не может расцениваться в качестве позитива, поэтому я предлагаю евро так же, как и раньше рассматривать с точки зрения продаж. Гвоздем, конечно же, дня выступил фунт. Я на самом деле нахожусь в некотором логичном, фундаментальном замешательстве. Я крайне поражен той реакцией, которую показал фунт за вчерашнюю торговую сессию. Даже если опять же говорить с локальных максимумов, которые были зафиксированы на отметке 1.33, мы уже, по сути, добрались до уровня 1.30. Сейчас котировки 1.30.69, ситуация могла измениться за последние минуты. Минус 250 пунктов на решение по росту процентных ставок. Крайне парадоксальная реакция рынка, крайне парадоксальное еще и то, что, может быть, какие-то спекулятивные объемы перемудрили, переиграли само решение Банк Англии, но меня удивляет даже еще тот факт, что Банк Англии, который имеет достаточно инструментов влияния на текущую ситуацию на национальном валютном рынке, пока ничего не предпринял. Учитывая то, что должен предпринять, потому что само решение по росту процентных ставок, оно было направлено на то, чтобы подстегнуть рост курса национального валютного актива, чтобы снизить показатели инфляции. И даже несмотря на обещанный сценарий со стороны Банка Англии, несмотря на понятие истинных посылов и причин для подобных решений, реакция Кунда была просто изумительна. И, к сожалению, очень многие трейдеры, столкнувшись с этим явным ограниченным заблуждением, вынуждены были фиксировать и большие потери по трейду в рамках актива и не только против доллара. Многие торгуют еще и красами. Сейчас на рынке явное замешательство того, что с британцем будет дальше, потому что с одной стороны на крайне неоправданные реакции фунт может улететь также еще ниже, а с другой стороны отсутствие реакции вчера со стороны Банка Англии не означает, что эта реакция будет отсутствовать сегодня, либо несколько дней позже. И возвращаясь опять же все-таки к заседанию Банк Англии, напоминаю, что ставку подняли на 25 байсных пунктов до 0,5 с 0,25 решение было принято не единогласно, постоянно есть противники радикальных решений, 7 против 2 голосов, я бы даже может быть с какой-то степенью смирился с динамикой, если бы на расстановке голосов была бы к примеру 6 против 3, но 7 против 2 это все равно явное лобби и солидарность в том, что ставки нужно повышать. Тут же вышли сопроводительные заявления, до еще выступления пресс-конференции Гарния, сопроводительные заявления объясняли, почему решение по ставке было принято, потому что британская экономика снижается, испытывает давление слабости активности потребителей, в свою очередь опять же возвращаясь к потребительской активности мы связываем эту ситуацию с показателем инфляции и курсом национальной валюты. Я также очень ждал выступления Камния, оно состоялось спустя полчаса после решения по процентной ставки, потому что понимал, что Камни, видя, что происходит на валютном рынке должен был исправить ситуацию, поэтому его комментарии по поводу роста процентной ставки, потому что Банк Англии будет и дальше привержен этой траектории изменений монетарной политики, должны были бы реанимировать интересы к фунту. И в целом он, наверное, сказал то, что должен подсказать, Банк Англии дальше будет повышать процентные ставки, это важное решение, это необходимое решение, потому что это те решения, которые могут простимулировать будущим экономический рост, но комментарий был направлен на то, что до конца 2018 года, точнее, до конца 2020 года нас ожидает два решения по процентной ставке. Очень долгосрочные прогнозы, такой точный, еще, скажем, одной неожиданностью стало для меня, два решения по процентной ставке, то есть в перспективе трех предстоящих лет. Уверен, что такие прогнозы еще будут не раз пересмотрены, но, может быть, как раз это стало причиной, по которой ястребы, которые присутствовали на рынок, которые собирались покупать курс, точнее, акон против доллара, они не получили тех воинственных сигналов того, что следующее решение росте процентных ставок последует уже в первом квартале 2018 года. И, поскольку это разочарование все-таки имело место быть, ставки, если и повысить, то не в первом квартале 2018 года, а в лучшем случае под конец 2018, как это произошло в 2017, может быть, это и привело к ослаблению британца, которое мы видим. Хотя такое объяснение, в мой взгляд, с натяжкой. Но другого, друзья, у меня нет. Возможно, я бы признал тот факт, что фунт еще и смирился с чрезмерно резким креплением доллара, если бы оно, конечно же, произошло вчера, но доллар не улыб. Поэтому каких-либо стоящих, системных, точных и убедительных аргументов в пользу той слабости, которая вчера была показана этим активом, нет. Я думаю, что их трудно будет найти. Может быть, в состоянии такой же прострации находится сейчас и Банк Англии. Я, по крайней мере, не теряю надежду на то, что этот регулятор все-таки вспомнит, что только высокий курс национальной валюты может остановить рост индекса потребительских цен и предпримет что-то, как бы, сегодня. Кстати, в 12.30 по московскому времени будут опубликованы данные по активности в сфере услуга Англии. Это самый важный показатель среди активности всех секторов. И, разумеется, если статистика разочарует, то, точнее, окажется в более лучшем свете, как происходило на этой неделе и с производственным сектором, и с строительством, хотя прогнозы тоже были исключительно негативные, то мы сможем увидеть разворот, ну, конечно же, не такой динамичный, как падение днем ране, но потенциал прибавки фигуры, скажем, вполне есть. Ну, а там уже будет зависеть от того, насколько техничными будут покупатели и насколько правильными позиционными шагами будут следующие действия, поднимаемые со стороны Банка Англии. Из других активов по австралийцу сегодня вышли слабые данные по граничным продажам, собственно, против прогноза на 140%, у нас отсутствие какого-либо прогресса, нулевая отметка, это еще раз, опять же, вяжется со слабой активностью потребителей на фоне таких же вялых показателей инфляции. Австралийц сегодня теряет, это в соответствии с нашими с вами ожиданиями курса 0,7685, ждем австралийца гораздо ниже. Новозеландец свойственная динамика по доллару канадца сегодня, также после выхода данных корренту о США будут опубликованы также и отчеты по рынку труда Канады. Соответственно, если вспомнить мрачные и пессимистичные прогнозы руководства Банка Канады по поводу экономического роста, и эти прогнозы были, кстати, связаны еще и со слабостью на национальном рынке труда, сегодня статистика нас вряд ли порадует, поэтому у пары USDCAD будут соответствующие локальные триггеры, чтобы показать рост. на текущий момент USDCAD торгуется на отметке 1.28.09, мы по-прежнему рассмотрим в сторону тестирования сопротивления на уровне 1.30. Ну и еще раз пробежимся по основным отчетам, сегодня в 15.30 это статистика по рынку труда в США, далее у нас будут опубликованы показатели по активности в сфере услуг АСМ тоже американская статистика 18.00 и в 20.00 ровно это данные по Baker Hughes количество нефтяных отриминалов, ждем, что нефть подскользнется на этом отчете и начнет корректироваться ближе уже к 60, чтобы закрыть неделю на медвежьей ноте. Друзья, на этом собственно все, огромное всем спасибо за внимание, если есть вопросы, вы как всегда можете задавать их на нашем канале на YouTube, помимо этого не забывайте оставлять собственно и лайки, большие пальцы, как и всегда исключительная мотивация для любого спикера. Я надеюсь, друзья, то, что контент, который вы просматриваете, количество просмотров действительно увеличивается, помогает вам принять инвестиционных решений, вы получаете новые знания по поводу деятельности на финансовых рынках и собственно применяете их на практике. Надеюсь, то, что среди вас есть удачные крокосрочные спекулянты и также надеюсь, то, что долгосрочные трейдеры, которые присутствуют на нашем канале, разделяют мою позицию и так же, как и я, рассматривают американцы с точки зрения будущих перспектив и соответственно нефтянку с точки зрения уже потенциально интересных продаж. Хороших вам выходных, увидимся снова в понедельник, как и всегда в 9.30 по московскому времени и я с вами в прямом эфире, чтобы оценить ситуацию текущей такого сессии и посмотреть, с чем мы будем работать на неделе предстоящей. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok